Привет, друзья! Вы на канале Флора.Инфо. Найти тенелюбивые растения для посадки под деревьями может оказаться непростой задачей. Под раскидистой кроной деревьев выживают далеко не все виды. Но есть такие растения, которым нравится расти в тени. Папоротник. Они растут в полутени и в полной тени. На открытом воздухе папоротники дают пышную зелень в тени любого дерева. Они доступны в самых разных формах и размерах. От нежных папоротников девичьих волос до крепких страусиных папоротников, которые красиво расстилаются под деревьями. Эти неприхотливые в уходе и невыносливые многолетники хорошо себя чувствуют при пятнистом освещении. А их глубокая корневая система позволяет не только конкурировать за воду и питательные вещества, но и выдерживать колебания уровня влажности и качества почвы. Выносливые многолетние папоротники придают текстуру, глубину и яркость любому тенистому саду. Хоста. Хосты нормально себя чувствуют в условиях частичной и полной тени. Ее цветки привлекают опылителей. Выращивание хост – простое решение для сложных садовых участков. Хосты адаптируются как к сухой почве, так и к тяжелой тени. Она является фаворитом среди садоводов. Хосты не требуют особого ухода и после посадки, что делает их одними из лучших многолетних растений для посадки вокруг деревьев. Она высоко ценится за привлекательную листву. Представлена в широком диапазоне цветов, текстур и размеров. Имея как маленькие, так и большие сорта зеленого, синего, желтого и пестрого цвета, эти листовые растения добавляют визуальный интерес к любому саду. Кроме того, хосты очень красиво цветут. Морозник Частичное освещение и даже полная тень вполне подходят морознику, который также устойчив к засухе. Он известен не только своей устойчивостью к холодам, но и способностью противостоять сложным условиям выращивания, например, под кронами деревьев. Морозники также популярны из-за раннего цветения. Цветы морозника бывают разных оттенков, включая белый, розовый, фиолетовый и зеленый. И многие сорта могут похвастаться замысловатыми узорами и отметинами. Кроме того, их вечно зеленая листва обеспечивает красоту круглый год, что делает их отличным выбором для любого тенистого места. Эпимедиум или горянка. Этот цветок украсит зоны, находящиеся в частичной и полной тени. Горянка также имеет вечно зеленую листву. Это почвопокровное растение, которое часто упускают из виду и недооценивают, хотя это одно из немногих растений, способных выжить и развиваться в сухой тени. Растения эпимедиума приживаются немного медленно, поэтому вам стоит проявить терпение и дождаться цветения. Длинные кисти очаровательных цветов варьируются по цвету от белого до желтого и розового и распускаются на нежных на вид листьях в форме сердца, которые часто имеют замысловатые узоры и цвета. Дицентра – кровоточащее сердце. Это растение может выглядеть слишком хрупким, чтобы процветать в сухих и трудных условиях под кронами деревьев, но на самом деле эти растения очень выносливы. Кровоточащее сердце стоит выбрать не только из-за красивой листвы и цветов, но и из-за его уникальной способности адаптироваться к далеко не идеальным условиям. Это классическое растение для дачного сада отличается уникальными цветами в форме сердца, которые мягко свисаются с изогнутых стеблей. Они доступны в оттенках розового, белого или красного и являются восхитительным дополнением к свежим букетам. Их папоротниковоподобные листва также добавляют текстуры и красоты, когда растения не цветут. Коралловые колокольчики. Это растение требует немного больше света, чем все вышеперечисленные. Также их отличает длительное время цветения. Чтобы получить потрясающую листву, рассмотрите возможность посадки коралловых колокольчиков. Эти лиственные растения имеют низкую, холмистую форму, что позволяет легко размещать их на клумбах вокруг деревьев. Тень на самом деле усиливает яркие цвета листвы кораллового колокольчика, но замедляет рост. Эти растения славятся потрясающей листвой. Коралловые колокольчики ценятся за широкий спектр цветов, включая оттенки темно-зеленого, фиолетового, оранжевого, бронзового и ярко-салатового. Их листья часто имеют уникальные прожилки и узоры, что придает дополнительный объем группе растений под деревом. Кроме того, многие сорта дают крошечные колокольчатые цветы на высоких стеблях поздней весной или летом. Коралловые колокольчики также являются одним из немногих растений, которые могут расти под деревьями черного ореха, которые выделяют из своих корней токсин, называемый юглоном. Аквилегия Участки на солнце и в полутени очень любят аквилегия, цветки которой привлекают опылителей. Цветы особенно красивы, если им позволить расти в тенистых лесных районах. Посадите эти цветы вокруг деревьев, чтобы создать эффектный дизайн сада. Аквилегия, известная своими привлекательными листьями, похожими на папоротник и необычными цветками, придают причудливую атмосферу любому саду. Они бывают самых разных оттенков, расцветают весной и в начале лета и придают цвет темным тенистым уголкам. Цветы аквилегии также имеют отличный потенциал в качестве срезанных цветов. В вазе они сохраняются до двух недель. Помимо очаровательного внешнего вида, за растениями легко ухаживать. Они хорошо себя чувствуют на средней, хорошо дренированной почве. Айога Этот цветок отлично себя чувствует и на солнце, и в тени. Растение имеет вечно зеленую листву. Айога представляет собой низкорослое, вечно зеленое почвопокровное растение, которое может расти в тени больших деревьев, где другие растения борются за выживание. Хотя айогу легко выращивать под деревьями, это растение может быстро захватить территорию. Однако та же самая агрессивная природа помогает подавлять сорняки. Так что используйте это растение с умом. В отличие от многих растений, которые выращивают ради цветов, айога ценится за свою красочную вечно зеленую листву. Листья могут быть зелеными, бронзовыми, фиолетовыми или пестрыми. Весной айога дает маленькие, но привлекательные колоссовидные цветы, которые очень нравятся опылителям. А у меня на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока!